Надо ж кушать готовить. Вкусно, как будто на пикник выбрались. Жители Херсона шутят о своем способе готовить еду. Говорят, без юмора совсем тяжело было бы. На их долю выпало сначала пережить оккупацию, а теперь последствия пребывания российской армии. А что нам делать? Дружно? Сейчас только дружно. Война. Никто ни с кем не ругается. Кто чем может, помогает. Мы помогаем. Все вместе. Работ нету, денег нету. У кого что есть, так соплачились вместе и готовим. Детки всех. Детей без электричества, воды и газа оставили российские войска. Они, отступая из Херсона, повредили всю критически важную инфраструктуру. Говорю, света нету, которую неделю. Воды нема. Покупаться, не постираться, ничего нема. Приходишь в 7 вечера, упал. Что приготовил, поели. Вон, видите, вон, вон, все. Вот все приготовили, поели. Как лег спать, только раз свело, на улицу вышел, вот тут теплее, чем в квартирах. Вот так и живем. А что делать? То гуманитарку спасибо хоть привозят, и то хорошо. Воду раздают люди на генераторах, подпитают светом. Заряжаем телефоном, видите, сами. А телефонами пользуются редко. Ведь топливо, чтобы зарядить аппараты от автомобиля или генератора, дорогое и дефицитное. В меню у людей в основном жирная пища, чтобы можно было насытиться. Вдруг следующий прием пищи будет не скоро. Суп сегодня. Суп вообще, макароны, если есть. В основном супы. Еще. Денег, ничего, работа не мало. Жар костра используют экономно и рационально, не только для приготовления пищи. Но при всем этом жители Херсона остаются оптимистами. Мы же думаем, что включат нам свет. Говорят же, что делают нам электричество и воду. Надеемся, что хоть до Нового года подарок нам сделают Дед Мороз. Если бы включат свет и воду. Нам самое главное свет и воду. А есть мы уже придумаем потом. Проживем.